МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Перед уходом с должности президента Соединенных Штатов Америки Барак Хусейн Обама дал старт проекту по созданию на планете Земля новой расы людей. Название этой расы Мина складывается из аббревиатуры Ближний Восток и Северная Африка. Раса будет сформирована из жителей всех стран, населяющих эти территории, независимо от их вероисповедания и государственной принадлежности. Средняя национальность, средний пол, средняя религия. Вот идеал, к которому надо стремиться. Так восторженно прокомментировала эту новость первая общенациональная газета США сегодня. Действительно, а почему бы, собственно говоря, и не усреднить? Поскольку людей, которые сейчас лишили страны, религии, пропитания будущего, обнили их единым названием почему-то беженцы, почему бы их всех, собственно говоря, эту всю компанию, не создать из них новую расу? Обнилить их единой религией, единым полом, потому что уже стали появляться родители номер один, родители номер два. И почему бы все это не создать? Потому что проще этой массой управлять. В новую расу войдут все выходцы из гигантского региона земного шара, который простирается от Марокко до Ирана. Арабы и евреи, турки и копты. Разные относы Средиземноморья, Сирии, Египта и стран Персидского залива. Одно из объяснений целесообразности создания новой расы, трудности с идентификацией новоприбывших граждан-иммигрантов. Глядя на то, что происходит в Европе, например, сейчас на весь этот неуправляемый, или наоборот, очень хорошо управляемый кошмар, хочется задать всего один вопрос. Сколько занесли на лапу тем или иным руководителям США и Евросоюза для того, чтобы все это организовать и устроить такое фактически уничтожение европейской идентичности, которую мы наблюдаем. Идет реализация плана введения единого управления, когда все должны быть смешаны, выстроены, застроены и легко управляемы из единого командного центра. Какой бы экзотической ни показалась эта инициатива, к сожалению, приходится признать, мы живем в то время, когда любые безумные доктрины приобретают общественно-политическое значение и воплощаются в жизнь. Ученые США планируют создать гибрид человека и животного. С таким предложением выступило руководство Американского министерства здравоохранения, запросив у правительства разрешения на эксперименты по скрещиванию человеческих стволовых клеток с эмбрионами животных. Неужели на смену людям придут выращенные в лабораториях монстры? Кто и зачем пытается изменить нашу генетическую структуру? Я, Анна Чапман, открою все тайны. Сегодня в программе. Ни человек и ни животное. Возможно ли скрещивание людей и зверей? Скрещивание животных и людей. И это с точки зрения небес, это преступление. Был ли у человечества один предок? Или мы все потомки разных миров и цивилизаций? Предок был не один. Предков было несколько. Они пришли с разных планет. Битва за ресурсы. Кто пытается видоизменить человечество? Идет команда инородного разума, которая стоит за тайными обществами, управляющими правительствами Соединенных Штатов. Сенсационное открытие. Неужели Земля – это не колыбель человечества? Нет, она, конечно, не колыбель человечества. Сюда периодически появляются люди. Их с определенной целью сюда запускают. Какая-то цель не совсем понятна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слияние разных человеческих рас, национальностей, видов и подвидов в один сплав под названием «Новая раса мина» идея, как минимум, странная. Это же нелепо – соединить всех в одну большую серую массу только из-за того, что иммигрантов трудно квалифицировать. Но в то же время любая глобальная идея не рождается просто так. Она обязательно чем-то обусловлена. И, возможно, есть разумное зерно именно в таком смешанном устройстве общества. Рано или поздно планета глобализируется. То есть мы идем по определенной дороге. И эта дорога ведет к унификации всего и глобализации. То есть взаимопроникновение и слияние культур, вплоть до слияния религий, смешанных браков. То есть такой унифицированный, среднеземлянин. Это всего лишь вопрос времени. Мы уже во многом слишком похожи друг на друга, начиная с стиля одежды, заканчивая предпочтениями в еде. Процесс глобализации был запущен на планете в 20 веке и продолжается до сих пор. О его плюсах и минусах написаны сотни монографий. Сторонники и противники в спорах сломали тысячи копий. Главный аргумент глобалистов. Если все народы будут жить одинаково, что же в этом плохого? Но за столь простодушным вопросом и кроется все коварство замысла. Наша планета Земля по сути своей не может быть единой расой. По одной простой причине. Мы с вами всемирная, всевселенская библиотека видов, подвидов и рас. И пока мы такие, нас хранят и берегут. Как только мы станем единым полем глобальным, в нас не будет смысла, нас просто уничтожат. Нам нужно изо всех сил стараться сохранить то, что мы имеем. По сути, от глобализации выиграли только две страны. Америка и в какой-то степени Англия. В остальных ситуация только обострилась. Пропасть между богатыми и бедными государствами стала огромной. Войны стерли с лица Земли несколько стран, вызвав небывалый миграционный кризис, который теперь может стереть Европу. Как может идея слить население планеты Земля в одну единственную расу улучшить ситуацию? Смешение и выведение нового вида человека, в котором присутствуют и желтая, и черная, и другие виды крови. А это ведет к вырождению. Это же и ведах пишут, что смешение даже каст ведет к вырождению общества. И вопрос лишь времени, когда оно погибнет. Они хотят освободить нашу планету от человечества. Но сразу убить нельзя. Это же вызовет переполох во Вселенной. Поэтому нас медленно убивают. Человечество всегда интересовалось, откуда оно появилось на планете Земля. Разные исторические источники указывают, что у всех нас был один общий предок. В одном случае это Адам, в другом – Ной, в третьем – Кроманьонец. И там же говорится, что каждый раз, достигнув определенного уровня развития, цивилизация уничтожалась. Многие апокрифы содержат информацию о катаклизмах, которые происходили на нашей планете за время ее существования. Некоторые говорят о четырех, о пяти таких глобальных катаклизмах, когда гибли цивилизации. Ну, можно говорить, допустим, 25 тысяч лет назад такое было. Было 12,5 тысяч лет назад. Где-то около 4 тысяч лет назад был катаклизм поменьше. То есть происходит что-то циклическое. Гибло неоднократно человечество. Известно, что некоторые ранние цивилизации, жившие на нашей планете, гибли в результате применения термоядерного оружия. К сожалению, вся известная нам история жизни человечества на Земле складывается из войн. Люди постоянно находят повод для очередного кровопролития. Даже в так называемое мирное время война не прекращалась ни на минуту. Война идет сначала человечество, с начала образования разумного человечества и появления разумного человечества на планете Земля. Просто у нас получается такая странная ситуация. У нас есть два типа населения. Два типа людей. Одни за общепризнанные ценности. Семья, любовь, дети. А другая за усреднение и за уничтожение части человечества. То есть это вот однополые браки и так далее. И вот эта война, она все время на Земле происходит. Кто-то борется за то, чтобы был прирост населения, кто-то борется за то, чтобы отток населения был. Никто до сих пор не знает, как и когда на нашей планете появилась осознанная жизнь и как выглядели самые первые разумные существа. В легендах упоминаются кентавры, химеры, бычеглавцы, люди, кошки. Кто они были? Пришельцы с других планет? Особая раса живых существ? Или все-таки это были мутанты, полученные в результате скрещивания животных людей? И кто мог проводить подобные опыты? В Атлантиде происходили самые разные опыты, эксперименты по смешиванию тех или иных биологических видов, что приводило к появлению ужасных существ. Может быть, поэтому Атланты и исчезли с лица Земли. Они сами привели свою цивилизацию к гибели. Однозначно гибель древних цивилизаций связана в том числе с тем, что они крайне неделикатно залазили в сферу создания новых видов. Как только количество чернокнижников, занимающихся темными магическими опытами превысило количество нормальных людей. И вот тогда остатки нормальных людей в Атлантиде были предупреждены, вывезены оттуда, эвакуированы. Была реализована операция по взрыву главного кристалла Атлантиды с последующим затоплением. Пожалуй, один из самых страшных своих романов «Остров доктора Моро» Герберт Уэллс написал в конце 19 века. Доктор Моро, профессор Виви Сектор, создающий в тайной лаборатории на одном из островов Тихого океана мутантов-зверолюдей. До сих пор этот сюжет потрясает и используется для создания фильмов ужасов. И действительно, сама мысль о таких экспериментах как минимум отвратительна. Но, увы, подобные опыты не выдумка. Они проводились на планете и относительно недавно. Более 70 лет назад такие ребята, я их называю, или историю называют их нацистами, они придумали такую маленькую программку для нас, серых и убогих, прежде всего для славянских народов, в коем я себя причисляю. Эта программка называлась «Энтерменшунген». Расчеловечивание. То есть «Унтерменш». Сделать людей с двумя руками, с двумя ногами, с одной головой, но не до человеками, которые должны думать об спаривании, о том, что набить себе и простейшие какие-то развлечения на свежем воздухе. А вот книжки, театр, музыка для «Унтерменш» нет. Это вот тот путь превращения человека назад, вперед на деревья. Он, к счастью, для многих, и для нас, конечно, он провалился. Эти эксперименты по расчеловечиванию, скрещиванию людей и животных были осуждены нюрнбергским процессом. Жители планеты, казалось бы, получили прививку на всю жизнь, а оказалось, что нет. И прямо сейчас, на наших глазах, в Соединенных Штатах, на государственном уровне, вновь обсуждается закон о разрешении скрещивания людей и животных. Цивилизованная демократическая страна пытается принять закон, противоречащий всем нравственным нормам. Как же это понимать? Парадокс американцев как раз заключается в том, что это ведь не самые плохие, нормальные люди, умные, трудолюбивые, которым всю дорогу фатально не везет с правителями, за спиной которых стоят тайные общества, а уже из-за них выглядывает и народный разум, ставящий себе цели, идущие чаще всего в разрез с тем, что нужно нормальным жителям планеты. Действительно, сопоставив разные факты, даже самые отъявленные скептики невольно задаются вопросом, какой же страшный инопланетный разум, ненавидящий жизнь на Земле, стоит за всеми этими экспериментами по скрещиванию видов и созданию искусственных рас. Но чтобы ответить на этот и другие вопросы, надо сначала понять, кто же мы есть на самом деле. В 2010 году сибирские археологи обнаружили в Денисовской пещере на Алтае фалангу пальца и два зуба девочки, жившей примерно 50 тысяч лет назад. Эта находка перевернула прежние представления о происхождении человека. Ведь геном, выделенные из останков, найденных в пещере, сильно отличаются от неандертальцев, живших в то время, и от пришедших им на смену кроманьонцев. Получается, что когда-то на планете существовала особая ветвь человечества, которую ученые назвали Денисовцы. За те шесть лет, что ученые разных стран изучали найденные останки, выяснялись удивительные вещи. Денисовцы были не только развиты технически и интеллектуально, о чем свидетельствуют другие находки, сделанные в пещере. Их ДНК отличается от всех когда-либо существовавших на нашей планете пролюдей. Та белая раса, которую мы сейчас представляем, она возникла спонтанно, внезапно. То есть датировка ее примерно известная. И место ее основания примерно известно. Это район Уральских гор, это, возможно, Восточный Сибирь, это Алтай и юг России. Отсюда белая раса стремительно размножилась. 40-50 тысяч лет назад она разошлась по всему миру, включая там американский континент. Эти слова ученого недавно подтвердил и авторитетный научный журнал Nature. В ноябре 2016 года он опубликовал результаты исследований, которые очень удивили эволюционных генетиков. Они обнаружили фрагменты ДНК денисовского человека у жителей государства Папуа-Новая Гвинея, некоторых африканских племен и аборигенов северо-восточной Австралии. Так кто же они такие денисовцы? Раса, которая возникла на земле спонтанно и существовала параллельно с неандертальцами, кроманьонцами и гомо-сапиенс. Ведок говорится, что мы являемся потомками рас, которые пришли сюда из других верхних миров, из мира правия. И придя сюда, эти существа богоподобные, они обнаружили здесь условия, подходящие для жизни и обнаружили здесь какие-то человекоподобные расы, или не расы, а какие-то цивилизации не назовешь. То есть человекоподобных существ, которые здесь жили. И описано о том, что были контакты с женщинами земными у богов, и так получились вот, как бы сказать, наверное, потомки, будем так говорить, богов. Они обучали ремеслам, обучали языку, обучали производству какому-то, обучали знаниям и передавали знаниям. Кто же они, наши прародители? На каком языке они говорили? Откуда они появились на планете Земля? И где же находится колыбель человечества? А может быть, их было несколько? Смотрите далее. Кто мы и как появились на Земле? Все расы это представители инопланетных цивилизаций по тем или иным причинам оказавшиеся тут. Адам, Ной или Денисовец? Был ли у нашей цивилизации один предок или мы потомки разных существ? У нас по сути своей не могло быть одного предка, их было много. Но от кого же мы произошли? Кто они, создатели новой цивилизации? Наши существа, которые нас создали, они безусловно пришли с более высоких миров, и они были сверхспособны, сверхталантливы. они были действительно светлыми существами. Многие факты и находки, которые могли бы пролить свет на неземное происхождение человека, к сожалению, веками изымались и уничтожались. Многие рукописи, гравюры и первопечатные апокрифы находятся под замком в апостольской библиотеке Ватикана. Доступ к ним ограничен. Бесценные артефакты спрятаны в секретных комнатах, о месте нахождения которых подчас не знает даже Папа Римский, а лишь единицы посвященных иллюминатов. Одним из важнейших источников сакральных знаний, скрытых от человечества, являются веды. Это самая точная история Земли, которая существует. В ведах рассказаны фактические вещи, которые были на планете Земля и которые происходили в те времена, когда нас еще не было. То есть нашей расы, устоявшейся такой, какая она есть сейчас. И следовательно, для многих историков веды являются не просто присказками и сказками, они являются вредным направлением. Потому что вот та большая великая правда, которая существует, она не всем интересна и не все готовы с ней жить и с ней мириться. Веды были выгравированы на золотых табличках и выбиты в камни, записаны на берестей, вырезанные из кожи. Их находили в самых разных уголках планеты. Индийские, русские, авистийско-иранские, веды, педагонов Африки и американских индийцев, веды австралийских аборигенов, все без исключения они говорят о божественном происхождении предков, пришедших на Землю с далеких звезд. Они, естественно, пребывали с исследовательской целью, с познавательной целью. 70-80 миллионов лет назад земля раем была. И то, что описывается вот одна из цивилизаций, здесь была райская планета, здесь были огромные деревья, была огромная растительность, животные, всевозможные. Они прибыли на курорт, были здесь и получали удовольствие от этого. И, естественно, они оставили здесь потомков. Частично сами остались. Это было не один раз. Например, согласно арийским ведам, наши пропращуры прибыли к желтому земному солнцу от гигантского голубого светила. В русских тайных ведах оно зовется стажары. Наши создатели были высокого роста, светловолосые и голубоглазые, и они оставили на земле кое-что для нас современных. Это сенсационное открытие было сделано в конце 60-х годов прошлого века в Кемеровской области. На дне угольного разреза было найдено древнее захоронение. Похороненная в нем женщина лежала, залитая странной жидкостью, в мраморном саркофаге. Но больше всего ученых поразил возраст находки 600 миллионов лет. По некоторым данным вместе с саркофагом тесульской принцессы, как ее назвали в прессе, были найдены и другие саркофаги с делами. Однако дело моментально засекретили. Все находки практически на следующий же день увезли на вертолетах. И где они находятся сейчас никому неизвестно. Можно лишь предположить, что это было вовсе не захоронение. В индийских и арийских ведах очень подробно описан приход на нашу планету предков белой расы созвездия Ориона и белой медведицы. Кстати, наша солнечная система находится как раз в так называемом рукаве Ориона. Можно говорить о четырех миллиардах лет, когда впервые появилась жизнь на Земле и существа, которые здесь были, они, возможно, были другого качества. Они были другого роста и другого, менее плотные, то есть более духовные. Они сами были богами или полубогами. Они были существами, которые творили цивилизации, которые творили планеты. Своим взглядом, своим каким-то просто, не знаю, каким-то бестелесными способностями они могли просто силой мысли творить. Наша планета была выбрана местом для творчества светлых богов не случайно. И это тоже описано в Ведах. Солнечная система находится на периферии галактики, которую мы называем Млечный Путь. Наше Солнце не самое яркое и не самое большое. Однако именно оно дает нам жизнь. Люди не смогут существовать без солнечного света. Значит, мы действительно потомки светлых существ. Однако, как сказано в первоисточниках, именно Земля с ее тесным для остального космоса трехмерным устройством является местом уникальнейшего межгалактического эксперимента. Это край, как пограничная застава. Поэтому здесь так остро все происходит, события, потому что здесь фактически присутствуют три составляющих. Нижние миры в виде тех, кто хочет наверх. Верхние миры, которые сюда попадают и являются здесь и отдыхающими, и миссионерами, и, может быть, ссыльными какими-то. И те люди, мы, которые здесь живем постоянно, являясь наследниками и потомками светлых существ, вот, если мы хотим подниматься, мы идем к свету. Если мы хотим опуститься, мы пойдем в нижний мир. У нас есть выбор. Мы из тех существ, которым дают выбор. У нас даже животные имеют выбор. Очень многие исследователи склоняются к мнению, что весь животный мир, который существует на нашей планете, а именно млекопитающие, имеют общий ДНК с современным человеком. Научного объяснения этому факту пока нет. Что общего между миром фауны и человеком? Палеоантрополог Александр Белов уверен, нас объединяет очень многое. То, что люди потом предки животных, я считаю, что это совершенная правда. то есть животные, разнообразные позвоночные животные, они, конечно, потомки людей, но не современных людей, это надо понимать, а очень древних, которые жили очень давно. В общем, свиньи бывшие люди, но люди не современные, еще раз подчеркну, а люди, которые жили там в миоцене, скажем, несколько десятков миллионов лет назад. Согласен с этим мнением и исследователь русской волшебной культуры Владимир Шемшук. По его мнению, все дело в количестве хромосом, их слишком много. Сначала это были люди-рыбы, оаны, так называемые, как пишет Блаватская. Потом это были тавры, то есть бычеглавы, как у нас их называли. У рыб у них больше всего хромосом, до 120 доходит, вот, еще больше бывает. Вот, люди-птицы, они тоже описаны в аналогх истории, то есть в тех же ведах они фигурируют во фресках на храмах индийских многих они нарисованы. Вот, у них 90-х хромосом. Все эти создания, согласно версии Владимира Шемшука, как и человек, происходили от неких высших существ, которые, по какой-то причине, попали в земные условия, не смогли отсюда выбраться и деградировали. Они потеряли часть своих волшебных способностей в нашем материальном мире, приспосабливаясь к нему. В частности, обезьяны, считает писатель, это одичавшие перволюди. Шимпанзе и гориллы, у них ведь очень много человеческого осталось. даже те же самые шимпанзе по весне собираются в большую стаю, самки залазят на дерево, а самцы бегают хороводом вокруг дерева. То есть, у них остатки какой-то культуры даже еще есть. Ну, а тот, кто изучал шимп, гориллы, они говорят, что это люди. Хоть они там и говорят, всего лишь 500 знаков у них, но слов в языке, но тем не менее они имеют интеллект пятилетнего ребенка. И это не просто предположение. Люди, обезьяны и устройства их общества подробно описаны в древнеиндийском эпосе Махабхарати. В частности, один из действующих лиц повествования царь-обезьян Полубок Хануман. Также в книге описаны военачальники обезьяны, властители обезьяны. Они общаются с людьми, вступают с ними в отношения, вместе воюют против общего врага. Цивилизация обезьян, она была, она с Луны к нам прилетела, потому что маны, вот, значение и обезьяна, и значение человека, ну, манки, например, обезьяна означает, и мун, это луна, то есть получается, что лунная цивилизация, она здесь, потому что луна, биосфера Луны, она погибла, вот, в результате экологических процессов. В доступе есть совсем немного источников, описывающих жизнь на нашей планете в доисторические времена, но все они удивительным образом перекликаются друг с другом, так, например, и ромаина древних индусов, и предания северных народов Азии и Америки рассказывают о высокоразвитых медведях, которые также контактировали с людьми и об их божественном внеземном происхождении. Но почему сейчас медведи это дикие животные, которые живут в лесах и избегают встречи с человеком? По какой причине произошла деградация этих существ? цивилизации деградируют, люди дичают, и это было много раз. Поэтому говорить о величии какой-то страны или цивилизации просто это будет неправдой. Например, индийской цивилизации погибла вся, от нее остались битые черепки, а фактически она по тем возможностям и способностям и по тем архитектурным данным, которые сохранились там, так сказать, да, и медицина даже, они превосходили не только других, они нас теперешних превосходили. Понимаете, у них были и космические корабли, они строили величественные памятники, каменные города, и в Ведах то же самое было. Так что же это за планета, на которой мы родились и которую считаем своей колыбелью? Планета, на которой живет великое многообразие флоры и фауны? Планета, где одновременно существуют и эволюционируют миллионы форм жизни, когда-либо существовавших во Вселенной. Так что придется признать, мы люди отнюдь не единственные представители разумных существ, когда-либо обитавших на Земле, и уж точно далеко не самые разумные. Настоящими духовным и верестом планеты является совсем не человек, а именно цивилизация дельфинов, которая находится также сотрудничает с другими цивилизациями и очень осторожно относятся к нам как к существам, если можно так выразиться, духовно недоразвитым. Они добрее, их души действительно прекрасны, и там нет ничего, кроме доброты, в отличие от нас. Может быть, дельфины – это потомки тех самых людей рыб-оанов, о которых писала философ 19 века Елена Блаватская. Но кто же все-таки был предком человека? От кого мы произошли? И почему на Земле столько раз и видов человеческой цивилизации? Смотрите далее. Почему для жизни на Земле нам нужно столько приспособлений? Если присмотреться, ни один человек на нашей планете не подходит физически под нашу планету. Из чего Бог создал первого человека? Ну, тут ведь суть дела не в материале. Суть дела в творце. На каком языке разговаривали боги? Язык вот той цивилизации древней, 40-50 тысяч лет, был один, он очень близкий к русскому языку. судя по чудам сохранившимся ведом, Землю заселяли пришельцы из разных галактик и звездных систем, и происходило это на протяжении довольно долгого времени. Подтверждение этому можно найти в последних открытиях ученых. между Юпитером и Марсом располагалась планета Фаэтон. Она погибла в результате столкновения с кометой или с другой планетой. Довольно подробно это описано в частности в шумерских текстах. Гибель Фаэтона вызвала цепную реакцию и как следствие произошла катастрофа, уничтожившая жизнь на Марсе Венере. У многих планет образовались спутники, а осколки создали пояс астероидов. Земля могла в некотором смысле стать определенным спасательным кругом или последним пристанищем для разных цивилизаций и разных рас. Каждая из рас свойственны определенные признаки, которые мы называем расовыми. У нас много общего, но есть, конечно же, и много различий физиологических, физических, хотя, как суть, мы едины, что говорит о том, что Вселенная скорее всего развивалась по определенным законам общим для всей Вселенной. Но, несмотря на единство законов мироздания, в каждом из них есть свои нюансы, подтверждающие, что наша цивилизация зародилась где-то в другом месте, а не на Земле. Если присмотреться, ни один человек на нашей планете не подходит физически под нашу планету. То есть, человечество, создавались и формировались как вид на совсем другой планете, с совсем другими физическими характеристиками. Человечество, оно, в принципе, пришло на этой планете. Так, например, есть информация о том, что божественные пращуры американских индейцев, китайцев, жителей Юго-Восточной Азии и Айнов, древних поселенцев Дальнего Востока, прилетели к Земле не одни, а в союзе с драконами. И явились они с одной из планет созвездия Льва. Вместе со своими союзниками предки красный и желтый рас хотели завоевать Землю, но были разгромлены другими поселенцами, которые уже обжились на нашей планете. Их остатки поселились на огромном материке, который сейчас лежит на дне Тихого океана. Краснокожие и желтокожие это тоже те существа, которые на других планетах, на менее развитых планетах. Они тоже прибыли сюда как население. То есть они не были беглецами, они были путешественниками, они были теми существами, которые просто входили в эту экспедицию. И они по-своему так же жили. Просто им выделили место, и они так же жили. А предания всех без исключения чернокожих народов рассказывают, что их предки прибыли к земному светилу с двойной звезды Сириус. Черные расы это продукт просто спасения. Спасение цивилизации, которая погибла. Погибла планета, погибла система какая-то планетарная, и их спасли. А желтые и красные расы это были существа, которые входили в союз. В союз вот этих вот существ, которые заселяли это место. И возможно не только это место, потому что есть и более нижние миры. белая раса зародилась на материке, который располагался по экватору земного шара, и потом распространилась дальше, на Урал, Сибирь, Алтай и американский континент. Белая раса появилась на планете первой, и именно ее язык стал первым, которому научили людей белые боги. Язык вот той цивилизации древней, 40-50 тысяч лет был один, он очень близко к русскому языку. Но он был более прост и более сложен одновременно. То есть было больше букв, больше звуков было, но эти звуки и буквы были более определенными, и они имели образный смысл. В том числе упоминается, что письменность была все-таки слоговая. Об этом много подтверждений есть, что знаки были слогами, а слоги были единицами информации, то есть образами. Многие исследователи древней цивилизации считают, что так называемая слоговая письменность свойственна именно славянской. Слоговые элементы больше всего сохранились именно в славянских языках, потому что смысловые единицы, так называемые примитивы, слоги, они есть только в языках, которые произошли от первого языка. В европейских языках и в других языках это не сохранилось. Язык, на котором мы говорим, если выражаться современными понятиями, это программное обеспечение нашего ума. И чем он более правильный, исходный, настоящий, тем больше он дает возможностей человеку. Древний славянский или прославянский какой-то, и те языки славянские, которые разделились в ранние века, и русский язык, как представитель вот этого направления индоевропейских языков, так называемых, он является языком, можно сказать, божественным, потому что он был изначально, и он лучше сохранился. Поэтому это язык, язык каких-то светлых существ, богов, предков наших, которые были близки к богам, может быть, и сохранили это все. Антропологи умозрительно вывели, что на Земле есть четыре расы – белая, желтая, красная и черная. Однако чистокровных представителей практически не осталось. За миллионы лет они неоднократно смешивались друг с другом. Единственное, что осталось неизменным со времен происхождения мира, все люди по-прежнему делятся на две группы. Те, которые стремятся к свету и отстаивают жизнь, и те, которые выбирают тьму и жизнь уничтожают. Эта война никогда не прекращалась, и она не зависит от рас. Смотрите далее. Сколько раз Бог пытался создать человека? Вечная война между светом и тьмой. Кто поможет человечеству выжить? Тот, кто создавал человека, мог ошибаться и не раз, и не два. Единая раса – прошлое нашей истории. Наши замечательные американские партнеры придумывают новую расу, уже прожившую на Земле и уже отжившую свое время. Слияние в одну массу или самоидентичность? По какому принципу можно объединить все народы мира? Россия в целом всегда была выстроена по устройству Земли, по устройству этого мира, по устройству Вселенной. Библия и не вошедшая в нее книга Еноха, древние письмена Вавилона, мифы Древней Греции и некоторые другие источники говорят о том, что человека воссоздавали как минимум два раза. Первых людей боги смыли потопом за их грехи, оставив лишь несколько праведников, от которых и продолжился человеческий род. Если все источники пишут об одном и том же, может быть, так и было? Вполне возможно, что так и было. Во-первых, мы должны понимать, что подразумевать под Богом. И тот человек, который пишет хроники, кого он считает Богом. А тот, кто создавал человека, мог ошибаться и не раз, и не два. То есть, если человек был плодом какого-нибудь эксперимента, то вполне возможно, что эксперимент пошел неудачный. Их было там не один. Также эти источники едины в том, что первый человек был создан творцом из глины. Об этом написано в Библии, в индейском эпосе Пополь-Вух, в вавилонских источниках, а также в древнегерманских и скандинавских легендах. Но что это была за глина? И кого из нее создавали, если те же письмена повествуют о том, что люди произошли от пришельцев? Есть земляне, которые созданы из земной структуры, из глины. Так называемые, а на самом деле, если вот мы возьмем, например, урановые соединения и при определенной температуре начнем их замешивать, это получится такая, знаете, очень желеобразная масса, глину. Которая... Который... Нет. Получится желеобразная масса, похожая на глину. Очень похожая на глину. И вот из этой массы, по большому счету, мы с вами и созданы. Выходит, что библейский сюжет про Адама описывает лишь один небольшой фрагмент создания человечества. Он был создан из праха земного, а затем уже из его ребра была сотворена Ева. У многих народов есть легенда о том, что человек изначально содержал в себе и женские, и мужские черты, но был разделен Богом на две половинки. И теперь эти половинки ищут друг друга по свету. Легенда красивая, но что в ней зашифровано на самом деле? То, что сейчас является отклонением от нормы гермафродиты, человек, являющийся гермафродитом, он по сути своей направлен на самого себя. И в большинстве своем им гораздо легче управлять и манипулировать. Он все время с собой занимался какими-то процессами и переживал в себе вот эту женскую и мужскую энергию, перерабатывал и. Вот. А тут получается, что наши замечательные американские партнеры придумывают новую расу, в принципе, уже прожившую на земле и уже отжившую свое время и не имеющую совершенно никакого смысла. «Сама природа позаботилась о том, чтобы разделить людей на мужчин и женщин, на расы, на национальности. Тогда что же на самом деле стоит за всеобщим усреднением, которое сейчас пытаются навязать людям через американское правительство? Новая смешанная раса, средний пол, средняя религия, средняя культура, правда, с единым языком английским. Как понимать это желание? Чем оно продиктовано? И к чему может привести? Исследователь Владимир Павлов считает, что такое насильственное смешение ведет к новой войне. Это никого не устроит из уважаемых арабский, турецкий, иудейский и все другие культуры. не говоря уж о нашей российской культуре, для которой это категорически неприемлемо. Наша сила в нашем многообразии. Зачем уничтожать то, что делает нас уникальными? Даже история возникновения на Земле, когда одни по легендам припишли Сириуса, другие Сориона, третьи созвездия Льва, уже говорит о том, что мы наблюдаем приятное разнообразие культур, мышления, и синтезы которого возникает как раз та оригинальность планетарной культуры, которая существует. И здесь фактически это удар на уничтожение культуры планеты. И действительно, зачем выдумывать новую расу, когда на планете уже были и есть примеры совместного и довольно комфортного существования различных народов и национальностей? Эта система существовала на Евразийском континенте задолго до появления на нем границ и государств. Принцип сосуществования разных рас был взят из первоосновы, из обустройства мира, которое описывалось в Ведах и других древнейших источниках. И самый яркий пример этому наша страна. Россия в целом всегда была выстроена по устройству Земли, по устройству этого мира, по устройству Вселенной. Я шире говорю. Нашу страну всегда населяли разные народы. Более ста национальностей в нашей стране всегда жило, жили достаточно дружно, говорили на разных языках, имели разные свои истоки. Удивительно, ведь уже давно прекратили существование Российская империя, затем Советский Союз, тем не менее всех эмигрантов, гостей и путешественников, прибывающих с территории, которую раньше занимал СССР, называют русскими. И это вне зависимости от того, подданными какого государства они являются в данный момент. Мы называемся русские, и нас называют русские. Прилагательные, принадлежащие к чему-то. И естественно, что мы представляем некую общность, общность, в которой русские представляются как часть какой-то, как бы сказать, реальности, которая перетекает из мира в мир, из цивилизации в цивилизацию. Битва добра со злом извечна, и она постоянно идет и будет идти. И в этом есть некий божественный промысел, ведь если не познать зла, то как узнать, что такое добро? Поэтому жизнь на земле продолжается. Мы люди пришли сюда из разных миров, наши колыбели остались на разных планетах, но всех нас объединяет одно. Мы дети самой прекрасной планеты во всей Вселенной, имя которой Земля. Долгое время считалось, что люди на Земле впервые появились в Южной Африке, ведь именно здесь были найдены останки существа, которые ученые объявили первопредком человечества. Сегодня исследователи считают, что есть еще как минимум десяток мест, которые можно назвать нашей прародиной. Но так ли важны теперь споры о колыбели, если наша цивилизация уже давно пережила не только детство и юность, но даже миновала период зрелости и сейчас стоит на пороге нового этапа своей истории. Я, Анна Чапман, открыла вам все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм. инстаграм. Редактор субтитров Корректор Игорь Негода Игорь Негода